Добрый вечер! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. 25 мая 1979 года по дороге из школы пропал 6-летний американский мальчик Эвиан Пейс. Его искала вся страна, но до сих пор судьба ребёнка неизвестна. Через год после этой резонансной истории в США заработал Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей. В 1999 году возник Международный центр поиска. Именно эта организация в 2010-м и учредила 25 мая Международный день пропавших детей. Россия присоединилась к нему спустя два года. Сегодня в нашей студии старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области Анжелика Евдокимова. Розыском пропавших детей у нас занимаются сотрудники правоохранительных органов и, конечно же, следователи нашего следственного управления. Вот если обратить своё внимание к статистике, то на сегодняшний момент заявлений о розыске несовершеннолетних у нас сейчас зафиксировано 60. Но это не значит, что 60 детей пропали. Как правило, дети из детских специализированных учреждений бегут по несколько раз. То есть вы уже знаете, в принципе, от кого чего ожидать. Некоторые имена мелькают в протоколах. Неоднократно, да. Поэтому это не 60 детей, это, конечно, намного меньше. Но учитывая, что статистика ведёт именно количество сообщений о розыске детей, Вот сейчас 60 случаев. Если брать в сравнение, то примерно такая же цифра была и в прошлом году, за 5 месяцев прошлого года. Всего же за год у нас в прошлом году было чуть более 150 сообщений о розыске. И здесь вот уже начинаются тёплые времена, начались, да. Как раз дети в основном и бегут, когда становится тепло. То есть они находят таким способом новые развлечения, новых друзей? Как правило, да. Слава Богу, у нас каких-то жутких историй, жутких случаев с пропавшими детьми не было. Всех мы нашли, за исключением мальчика, который погиб в пруду. Его тело было обнаружено по весне, вы знаете об этом случае. Освещало в средствах массовой информации, когда тело подростка было обнаружено в пруду. Все переживали за девочкой из Сасова, естественно. Девочки из Сасова, да, это тоже недавний случай, когда буквально вся область всколыхнулась и были брошены очень большие силы на поиски их детей. И как раз этот случай показал о том, что у нас в области очень хорошо налажена работа по поиску пропавших детей. Здесь, начиная от того, что первоначально поступает сообщение в дежурную службу УВД, затем сразу же это сообщение передается дежурному следователю и начинаются работы. Что бы Вы сказали родителям? От них многое зависит. Вовремя обратиться, правильно описать, в чем ребенок был одет, признаться в том, что он мог уйти из дома. Да, конечно, здесь очень многое зависит от родителей. Чем быстрее они обратятся в правоохранительные органы, тем быстрее начнется работа по поиску ребенка, тем больше шансов его найти. Мы видели то замечательное оборудование, с которым работают Ваши следователи. Помогает ли оно в поиске именно потеряшек? По каждому случаю, когда ребенок убежал из детского специализированного учреждения, будь то школа, интернат, детский какой-то оздоровительный лагерь, следователь, выезжая на место происшествия, конечно же, смотрит все обстоятельства, изучает, осматривает помещение и, естественно, выясняет, в каких условиях и как проживал ребенок. И здесь следует отметить, что не было нареканий в адрес руководства либо воспитателей вот этих детских дошкольных учреждений. У нас сейчас в области созданы все нормальные, хорошие условия для того, чтобы в этих учреждениях дети жили, росли, воспитывались, учились. И каких-то вот предпосылок, что к ним там плохо относятся, либо каких-то условий, плохие проживания, такого у нас установлено не было. Меню смотрели, и в спальню проходили, где дети живут, где учатся. Условия замечательные. Конечно, это не дом, да. И, как правило, бегут дети, которым, так называемые дети, это уже подростки 16-17 лет, которые не изначально жили в этих детских специализированных учреждениях, а которые были изъяты из неблагополучных семей. Им, наверное, трудно привыкнуть к тем условиям, в которых они оказались. К режиму, в первую очередь. К режиму, к порядку, к требовательности. И они бегут за вольной жизнью, бегут к своим родителям, бегут к своим друзьям. Взрослые себя очень неправильно ведут. Тут ваши следователи, в частности, часто рассказывают такие случаи, что родители развелись, ребенок от мамы, к примеру, сбежал к папе. Папа очень рад этому событию. Естественно, он покормил ребенка, спать уложил, все хорошо. Но несколько дней мама не знает, где ее сын или дочка. Как вести себя? Что делать в этом случае? Естественно, кроме того, что нужно, в принципе, быть людьми и общаться между собой. Вы правильно уже дали ответ на свой же вопрос, что, конечно, в первую очередь надо оставаться людьми и думать о чувствах других. Это отвращение и к детям, которые, домашние детишки, как правило, бегут погулять. Вот совсем недавние были случаи, когда мы искали по всей области двух девочек, вы, наверное, помните. Одну нашли в Санкт-Петербурге, другую в Москве. Просто девочки решили на выходные, на праздники погулять. В необходимых случаях, вот вы уже вспоминали момент с сасовскими девочками пропавшими, да, к сожалению, как вы помните, их нашли погибшими, утонули девчонки в реке. Вот в тех случаях были и волонтеры, и специализированное оборудование применено. То есть было к поиску детей привлечено больше сил, больше технических возможностей, больше волонтеров. В необходимых случаях обращаемся и к военнослужащим, когда необходимо прочувствовать местности. В отношении каждого случая следователь после того, как ребенок найден, проверяет, не совершено ли было в отношении этого ребенка какое-то противоправное действие. Вот, и только после этого выносится процессуальное решение. Единственный вот случай, когда мы до сих пор не знаем, где находится несовершеннолетний, это тоже так было широко освещено и в средствах массовой информации, Скопинский район, несовершеннолетняя Оксана Панфюрова. Вот до настоящего времени, конечно, мы не знаем о ее местонахождении. Теплится у нас все-таки надежда, что девочка жива. Сейчас проводится просто титаническая работа по ее поиску. Сейчас следователи уже задействовали в ее поиске практически всю Россию, потому что установили машины, которые приезжали в это время примерно рядом с местностью, где пропала девочка, телефонные звонки. И вот сейчас по поручениям наших следователей работает, можно сказать, практически вся Россия на поиск этого ребенка. Также удалось выявить ДНК-профиль Оксаны, который также направлен был во все региональные следственные управления. И в случае, если где-то будет неопознанный труд подростка, конечно, он будет сравниваться с ДНК-профилем. Хотелось бы, конечно, обратиться к родителям. Немножко отодвинуть свои заботы, немножко отодвинуть, да... Найти какое-то время для элементарного общения, послушать. Объясненный этот ритм, конечно, он загружает взрослого бытовыми какими-то проблемами. Но надо всегда помнить, что мы в ответе за своих детей. Надо стать им другом. Надо больше с ними общаться. Чем живет ребенок, круг его общения, его мысли какие-то, его желания. Вот даже те случаи, что ребенок хочет куда-то поехать на выходные. Вы сядьте, обсудите. Если вы сейчас не можете с ним поехать, не можете ему предоставить этой возможности, вы найдите какие-то струнки, поговорите с ребенком, что вы поедете в следующий раз. Что вы там, может быть, как-то сорганизуете своих родственников, которые могут с этим ребенком поехать посмотреть и тот же Питер, и ту же Москву и встретиться с друзьями. Какие-то другие возможности. Потому что, вы знаете, здесь самое страшное, что когда ребенок остается один, без внимания взрослых, он может стать потенциальной жертвой преступления. Также ребенок может стать не только жертвой, но и орудием преступления. Вот девушка, которая неоднократно у нас сбегала из детского учреждения специализированного. А которая в кражах помогала? Да, да, вы, наверное, уже в своей программе «Вызов принят», о ней говорили. Оказалась выгодным сообщником для совершения краж из дачных домиков. Есть ли у вас какой-то сайт, где можно посмотреть информацию о пропавших, как-то посодействовать, оставить информацию? Да, конечно. На сайте официального следственного управления есть раздел «Внимание, розыск». Там подраздел «Пропал ребенок», где вся информация о тех детях, которые пропали и до настоящего времени, не найдена. Это не только дети, которые пропали на территории нашего региона. Там вот информация про Оксану Панферова. Это дети, которые пропали на территории других регионов. И также вот как мы по поиску Оксаны ищем ее на территории всей России, наши коллеги также припнимают все меры, чтобы на территории других субъектов, может быть, где-то кто-то встретит, видел, либо и обладает какой-то информацией по пропавшему ребенку. Спасибо за эту встречу. По всему миру 25 мая вечером взрослые зажигают миллионы свечей, чтобы символически осветить путь домой всем пропавшим детям. Давайте не будем оставаться равнодушными к таким проблемам. Это была программа подробностей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин